Всем привет! Ну что, мы уже с вами обсуждали не раз ситуацию в Крыму с водой. И сейчас пришли новые у нас известия оттуда. Два водохранилища в Крыму пересекли отметку мертвый объем. Это Загорское водохранилище, которое снабжает Ялту, и Симферопольское, которое снабжает Симферополь. Еще одно водохранилище, Балановское, оно, в общем, приближается к этой отметке. Что такое отметка мертвый объем? Это отметка, за которой уже никакой воды из водохранилища взять нельзя. Мы с вами знаем о том, что там катастрофа с водой, и Россия активно пытается решить этот вопрос, как-то договорившись в Украине. Сейчас расскажу вам об этом подробнее, а вы подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Здесь самая актуальная и важная информация. Итак, там действительно катастрофа. Даже предательница Поклонская, экс-прокурор Крыма, которая сейчас заседает в Госдуре Российской Федерации, она заявила о том, что воды в Крыму нет, она вода даже не очищается, в общем, даже помыться не хватает. Вот послушайте, что она говорит. Пить в этом вообще нет, потому что она не очищается уже таким образом, как раньше когда-то более-менее была чистая. Сейчас пить эту воду абсолютно нельзя. Но вопрос стоит даже в элементарном праве людей на хозяйственные нужды. помыть ребёнка, помыть посуду, покупаться, смыть унитаз. Я извиняюсь за такие подробности, но и этого тоже уже нет. По времени дают воду. Вода из крана бежит ржавая, с неприятным запахом, она застойная, то есть её не очищают. Её нельзя использовать в таких целях, в которых люди привыкли использовать воду из-под крана. Она опасная. Люди заболевают разными кожными болячками и инфекционными кишечными расстройствами. Да, и это действительно правда. В городах Крыма вода подаётся по часам, и ситуация ухудшается и ухудшается. Всё подземные возможности для добычи воды используются активно. И всё это происходит не потому, что не хватает людям, а потому что Россия продолжает накачивать Крым военными, оружием, черноморским флотом. И вот им воды не хватает. То есть если бы там не было всей этой колоссальной военной инфраструктуры, то людям бы воды хватило. Но для России у них другие приоритеты. Военным воды хватает, а людям вот уже абсолютно нет. Вот эта Поклонская, она даже обращалась в ООН, чтобы ООН надавил на Украину, чтобы мы начали поставлять воду в Крым. Ну и там ей напомнили в мониторинговой миссии о том, что это полная ответственность страны-оккупанта обеспечивать всем необходимым оккупированную территорию. Это прямая норма международного права. И Украина после оккупации приостановила подачу воды из севера Крымского канала, из Днепра, которая раньше обеспечивала до 85% потребности в воде Крыма. И абсолютно правильно сделала. Мы видим, что россияне пытаются этот вопрос решить. Периодически следует заявление. Вот там в прошлом году премьер-министр Шмыгаль говорил что-то о возможности поставки воды. Арахамия говорил прямо, глава фракции «Слуга народа», что за какие-то уступки на Донбассе можем воду в Крым подать. Это недопустимо. Поэтому я внес проект закона Украины, который запрещает подачу воды в Крым до полной деоккупации Крыма. Закон мой, к сожалению, не выносят они на рассмотрение. Видимо, все-таки надеются, где-то там еще может быть договориться. Так не может быть. Поэтому мы будем настаивать и добиваться рассмотрения этого закона. Потому что мало ли, что там в голову Зеленскому взбредет. А нам нельзя, категорически, повторюсь, нельзя помогать оккупанту содержать его войска там. Войска, которые нацелены на то, чтобы убивать украинцев. Вот, собственно говоря, и все. И помогать оккупанту делать из Крыма военную базу, а при этом прикрываться как живым щитом мирными людьми. Вот так они и делали во время оккупации. Все эти, так называемые, зеленые человечки, российские спецназовцы. Мы, конечно, права не имеем. И здесь должны занимать очень четкую, очень жесткую позицию и стоять на ней. Вот, собственно говоря, такая ситуация. Буду добиваться. А пока надо развивать свою страну, чтобы быть готовыми в момент, когда путинский режим падет. А это обязательно случится рано или поздно. И когда откроется окно возможностей быстро вернуть под контроль наши территории. Для этого вот сейчас посмотрите, как дети в Лимане Донецкой области в Гончаренко-центре бесплатно учат английский язык. Мы с вами знаете, что сделаем? Сделаем домашнего жирафа. У вас в Лимане нету жирафа? Нет. Нет. Мы сделаем вот этого жирафа все вместе, такого большущего. И будем сюда ходить и покормить морковь. Знаете, что морковь? Да. И капуста. И вот. И вот. Кормил? Вот, будем не ходить, мы садим к себе. Кормил. Ксения, кормил. Да. Сейчас приезжаем. Дайди-ка, я вам каждому поди. Дайки.